вот обещал показывать хоть какой-то ход работ что делаю на момент то вчера я обдирала вот эти вот клиночки я все-таки решил сначала взяться не за бюджетные вот 10 за дамаски вот почему-то не знаю внутренним каким-то голосом вот так вот все рулила в сторону дамаска делаю 4 клинка вчера подрал по грубому металл сегодня вот начал дорабатывать такие вот моменты как паски там грубо закруглить там выровнять то есть такие вот вещи на сегодня конечно у меня время мало на работу к сожалению я люблю поработать поработать прям как будто рассвета до заката а тут как бы вот вот так вот ну что ж посмотрим еще часов пять осталось на всякую движуху говорится тут же часа два он занимался мелочами сейчас самый момент перейти к шлифовке лезвий то есть сейчас будет делать выборку сейчас он ведь выборка в виде клина 8 на 85 процентов вот а я из нее хочу сделать какую-то более-менее такую то есть что-то вогнутые одну черт или можно жаду вторую забахать хочу так вот скорее всего да постараюсь на одну вторую выйти закалились клиночки конкретно прям твердость максимальная то есть замерял по вот этому месту когда чего не скруглял в этой плоскости около лезвия сейчас закруглил она уже маленькая стала вала пошире замерил все четыре клинка выдали 64 единицы это очень хорошо это то есть немного это и немало для дамазской стали можно вообще 67 68 затетерить но вроде бы будет звучать здорово но легкое выкрашивание на стри его все-таки могут появиться если по жесткой шейтине шарахать то это почему-то перебор такая твердость там вот допустим что те же 68 единиц 67 перебор вот то есть я тут выгадываю оптимальный вариант и от 64 единицы а для этой сталюги это самое самое прямо идеал вот так вот я сказал вот единицу потерял при отпуске потому что изначально я замерял вот тут было 65 единиц после отпуска стало 64 единицы идеально ну что ж сейчас к самому такому сложному занятию приступлю к этой выборке это самые сложные вообще что можно сделать с бритвой то есть работа такая требует точности аккуратности внимания навыка все 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 что вот должно быть все требуется именно в основном вот в этом заключается весь вот этот вот потенциал вся сложность ладно чтобы говорить пойду делать надеюсь все получится надеюсь без брака что ж половина самых напряженных работ завершено но самая самая напряженка будет сейчас в шлифовке то есть шлифовка снять еще металла по лезвию и то есть за одновременно лезвие делается более мелко шлифована и сейчас крупно назвать нельзя но все же то есть как бы так вот тут я оставил специальный переход чтобы хватило металла то есть если стать закончится в этом месте все кирдык мне еще шлифовать потом полировать хотелось бы все это дело вот оставил закова есть такие любители закова есть я как-то даже разок тройные делал то есть начинается один зака второй заков третий заков забрать и конечно на это за границу шло там сказали все как надо уже задумываются петь была обширена лезвие что такое пошире она уже соловьем пела она еще запоет то есть тут шлифовки много еще очень будет полировка потравка это все снимает снимает металл вот тут тоже слегка оставляю я стали по грязному то есть видите не ровно все это все это будет вышлифовываться выводиться тоже закова сделал чуть шире уже звон так это широкие лезвие на том же положении тоже заковчики оставил не очень мне конечно нравится примеру в европе вот такие закова остаются только потому что инструмент не затачиваются своевременно и поэтому он не доходит до нужного места или остается заков но как фишка она там получается уже сделали то есть как говорится из-за недоделанного фишку вот я ее повторяю пошире звон лучше да все увожу на одну вторую хотел оставить одну чертую тоже очень было неплохо но и подешевле вышло бы но как-то не знаю что-то меня потянуло на одну вторую хорошо поет грязные обдирки то есть это уже не есть хорошо хорошо себя выживет это будет здорово если они то есть еще вот столько шлифов вообще много пройдет и а толщина уже слышите наверно толщина уже по максимуму выведена поэтому она может просто так хочется и все будем надеяться что выживет клиночек смотрю сейчас не знаю что у меня хватит по времени нет так нет но если это будет последнее видео а если что-то сейчас еще умудрюсь сделать то покажу какой то может быть все таки результат ну чтож время мы сегодня прошло концу больше не могу продолжать работы так как прочие дела кроме клинков тут мне еще напрягают вообще в кузице много заготовок еще заведено надо все делать 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 поэтому сегодня вот эти от работа все уже как бы последние но радует то что самое напряжное позади а это мелкая шлифовка и выведение лезвий вот так вот они меня вышли перед про травкой хотя нет как от потравка о чем я это что-то я да не подумал что сказано тут еще нужно будет эти выводить все паски бушки головку тут все надо вот все уводить нарезать насечку цепи до правка углу вы при травка делается вот тут надо будет вот как-то вышли вот не знаю как но хочу это красивенько попробовать сделать то есть вот эти закова нестандартно вот как я хотел сказать вот что у меня вышло в итоге одна вторая и тут внимание искра потухла на руке капли металла и поэтому у меня вот так вот все произошло как говорится умеренно звонки меринка умеренно поющий тоже хорошо поющий не отлично клиночки отлично получились не зря я теряем и не зря я сразу на дамаск они на бюджетный под сил потому что отдохнувшие какой-то руки и голову лучше начинать что-то такого сложные особо вторая выведена хорошо этот вот уже из узких клиночков правильно узкий звонко поет тоже 1 2 как у всех вот так вот я доволен сегодняшним результатом этот французской головкой и с немецким заколом ну ладно я же не копирую поэтому пусть будет так девочка такое увидите ладно очень тонкий звон очень тонкий звон на той же 1 2 вогнутости так что еще да меня спросили вчера по электронной почте почему дамаск вот примеру берем дамаск да он нету структурного рисунка а тут у меня допустим есть и откуда вообще появляется то есть откуда берутся дети как говорится все просто структурный рисунок который вы видите вот тут это как бы правильно объяснить то есть этот рисунок он проходит насквозь металла и выходит с другой стороны то есть он повсюду он во всем металле этот рисунок и чтобы ее проявить нужно вот по меру закалку сделать он проявляется но после шлифовки он стирается когда сидел угрызается и чтобы проявить надо его протравить кислотной среде и он опять бы появляться то есть допустим от вас протравил рисунок есть я его сточил его нет протравил он опять есть и так до бесконечности вот это отвечаю на вопрос откуда берется рисунок и как он вообще там существует как он там живет метали что еще не вспомнил уже наверное мой какой-то еще вопрос ну ладно вы проехали что сейчас сейчас попробую шлифануть вот эти вот заковано нестандартным путем надеюсь ничего не испортить самое главное потому что когда я что-то делаю нестандартное то есть это даже для меня в первый раз уже поэтому немного переживаем чтобы как бы это все дело не попортить все как бы тут мастерской больше мне показать ничего никаких работ я более как вот выведение вот этих вот заков делать сегодня уже явно не буду просто не успеваю все спасибо за внимание как говорится увидимся свидание